Кировская Апатита традиционным митингом отметили День памяти воинов-интернационалистов. Вспомнить погибших пришли участники войн в Афганистане, Приднестровье, Закавказье, Чечне. Их родственники – друзья. Материал Марии Савохины. Действительно великое дело быть воином. И церковь наша благословляет ратный воинский подвиг, воинское служение, поскольку, защищая наше Отечество, воины защищают также и нашу веру. В храме Спаса нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа прошла литургия о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества. Следом – торжественные митинги. В Апатитах около мемориала участникам локальных войн ветераны, юнормейцы и кадеты вспомнили погибших. С 1936 по 2008 год наши войска участвовали в 47 конфликтах на территории 22 стран. Время все расставило на свои места. И то, что делали наши воины там, за речкой, как говорят ветераны Афганистана, они делали все правильно. Это была борьба с международным терроризмом. Это была борьба за ту спокойную жизнь, которая так нужна каждому из нас. После память погибших почтили на Аллее Славы в Кировске. Там тоже прошел торжественный митинг. Мы помним всех, к сожалению, многие не вернулись домой. Честуем ветеранов, которые проявили мужество, верность, присяги. И мы эту память передаем подрастающим поколениям, молодежи, чтобы они брали пример с вас. Николай Мельников, ветеран афганской войны. 80-й год, самое начало. 19-летний Коля с товарищами зашли в Кунду с одними из первых. Говорит, передать свои воспоминания словами сложно. За своим входом вышли. По понтону в мосту еще переправлялись. Ночью пришли в Кунду с командиром. Здесь аэродром Кунду с Кунду с Кинадой будет взять под охрану. В утром встали, точно, летная полоса. А январь месяц, начало января. Грязь, снег, ни палаток, ничего же не было. Все сами ставили. Ветер афганец выдувает. Портреты тех, кто не вернулся из горячих точек, сегодня высечены на мраморных плитах. Каждый год навестить Вадика Захарова приходит воспитатель из его детского сада. Он получил уже дембель. Дембелизоваться должен. Сидел на танке. И шальная пуля прилетела и убила его. Когда я увидела его, я остолбенела. Он, я его помню, вот таким, черногласеньким, маленьким. Ветераны говорят, главное, чтобы не было войны. А единственное, что для этого можно сделать, правильно воспитать молодежь.